Я приветствую всех, кто меня сейчас смотрит и слушает. Дорогие друзья, у нас новый стрим, который будет посвящен событиям недавно прошедшим. Ну вот и, естественно, давайте поговорим о том, что у нас сейчас случилось вот-вот. И я еще отвечу на некоторые ваши вопросы. Большое спасибо за то, что вы мне их задаете, за то, что вы комментируете мои вот эти стримы на здешнем канале и на параллельном канале Института Павла Глобы. За это большое вам спасибо, дорогие друзья. Ставьте лайки и подписывайтесь. Это очень важно, конечно, для нас, потому что мне очень хочется, чтобы как можно больше людей к этим знаниям прикоснулись, чтобы они могли увидеть, что при помощи методов эмиссийской астрологии, я ее 47 лет уже, по сути, воскрешаю из пепла, можно очень-очень многое действительно увидеть из событий ближайшего будущего. Ну и так, у нас какие на небе сейчас космические констелляции? Ну, во-первых, это канун затмения. 20 апреля наступит затмение Солнца. Оно будет казаться некоторым кольцеобразным, то есть не полностью Луна закроет Солнце, а в других будет просто полное затмение. Не в средней полосе России, не в Европе, а вот на Дальнем Востоке. Об этом вы можете целый ролик посмотреть. Он уже вышел на параллельном канале Института Павла Глобы. Вот там посмотрите. Очень серьезное затмение, которое, к сожалению, совпадает с днем рождения Адольфа Гитлера. Поэтому некоторые призраки прошлого могут воплощаться, к сожалению, и в ближайшем будущем. Ну, не все так страшно, конечно. Все зависит, в принципе, дорогие друзья, от нас, от нашей как раз позиции внутренней. Если мы не допустим этого, то, конечно, его и не случится. Не все могут контролировать сильные мира сего. Иной раз они могут стать даже бессильными мира сего, как писал великий русский и советский фантаст Борис Стругацкий. О нем мы сегодня еще как раз поговорим. Итак, затмение Солнца. Естественно, кстати говоря, во время затмения по древним традициям, я тоже эту традицию воскресил в свое время и даже об этом говорил многократно еще в 80-е и 90-е годы, затмение Солнца и Луны – это лучшее время для того, чтобы освобождаться от каких-то вредных привычек. Ну, например, вот солнечное затмение, например, от какой-то зависимости, в том числе от какой-то любовной зависимости. И, например, если вы хотите что-то в своей жизни изменить, как-то вот внутренне настроиться на что-то новое, освободиться от того, что вам мешало, как раз делать лучше всего солнечное затмение. Данную практику я в свое время, еще в 80-е годы, впервые описал в разных журналах, газетах, в своей книге у меня это было описано. А потом все это ничтоже, сумняшися, называя желтыми астрологами, как желтая пресса, стали это повторять как попугаи. Ну, что делать? Закон бумеранга еще никто не отменял. И вот все это вернется к ним, если они, конечно, ведут, что творят. А если они об этом не знают, то вот могут узнать прямо сейчас. Для меня самое главное, чтобы они делали ссылку по то, что авторам, разработчикам всех этих практик, связанных с затмением, о том, что это наилучшее время для того, чтобы избавляться от дурных привычек, сделал все-таки я, и тогда правда восторжествует. Ну, а теперь давайте мы посмотрим, какие у нас были события в ближайшее время. Первое, на что я хотел обратить внимание, это постоянно обсуждаемое несколько дней уже выступление знаменитого, конечно, Анатолия Вастермана. Раньше он был блогером, раньше он выступал по телевидению, а сейчас это депутат Государственной Думы от Справедливой России. Он выступил с инициативой о том, что оказывается теперь простым гражданам нельзя хранить деньги в своих квартирах, ну, в общем, на своей территории, более чем один миллион рублей. Остальное там осуждается, и, в общем-то, штрафы всевозможные там предусмотрены, это его законодательная инициатива. Конечно, она не получила сейчас никакой поддержки, даже многие выступили против этой инициативы, но меня интересует с точки зрения космических циклов, что это значит. Во-первых, это было сразу после Пасхи и сразу после вступления Белой Луны. И вот еще интересная вот сейчас констелляция небесная. Белая Луна вступила в знак Ковны. Белая Луна – это ангел-хранитель гороскопа. Это невидимая планета, связанная с светлым в нас началом. И она проявляет в том числе и все темное. И даже если какие-то люди выступают в начале ее вхождения в знак с некими инициативами, это сразу их проявляет. Если это светлые люди, то со светлой стороны, а если это темные люди, то, в общем-то, создает эффект голого короля, а король-то голый. Ну вот посмотрим, какой у нас Анатолий Вассерман в этом плане. Все это произошло в ауре солнечного, кстати, затмения. И что значит аура? Значит, вот наступило уже время затмения, но приближается. А значит, это всерьез надолго. А значит, вот как некоторые говорят, это может быть даже начало вот такого цикла, связанного с окном овертона. Есть такое понятие, когда некая, кажется, есть сначала дикая инициатива, вбрасывается в массы, а потом в конечном счете она становится уже как бы привычной. Ну, это есть такое понятие, психологии, в общем-то. Вполне вероятно, что, может быть, это именно так. По крайней мере, к этому еще будут возвращаться неоднократно. В гороскопе самого Анатолия Вассермана, я посмотрел его гороскоп, он родился под знаком Стрельца, я с ним приходилось пару раз встречаться и даже разговаривать. Немного совсем. Я не могу сказать, что даже мы знакомы с ним. У него, конечно, очень интересный сам по себе гороскоп. Хотя и родился под знаком Стрельца, что, в принципе, в его почти аутичной натуре и проявилось. Он все-таки теперь, видите, один законодательный депутатом становится, для Стрельцов очень характерно, Солнце с Меркурием. Но Меркурий-то у него ретроградный, поэтому постоянно стремится назад, обратно к тому, что уже когда-то было и пройдено. Еще у него интересное скопление планеты Водолеи. Не скопление, а там Марс с восходящим узлом. А это очень тесно связывает его с нашей страной, связанной со знаком Водолея. И плюс они дают необычность, эксцентричность, неординарность его натуры и так далее. А Лавдеве, что, в общем, действительно для него, как для человека, который докапывается от всяких мелочей и является, как он сам говорит, убежденным атеистом, конечно, очень характерно. Так вот сейчас у него Марс находится в его гороскопе в оппозиции к его хирургу. Так что, в общем, он действительно делает ошибки. В общем, ошибки, может быть, даже системные. Он не знает, что за все то, что он делает, придется, в общем-то, отвечать. Его мнения могут противоречить законодательным, действительно, неким таким основополагающим законам нашего государства. В общем-то, но к этому все равно будут возвращаться, вполне вероятно, для того, чтобы с этими законами что-то делать в плане их изменения. Ну, так что мы еще услышим Анатолия Вассермана еще неоднократно. Я думаю, что к дню своего рождения, а ему исполнится 71 год, вот это в декабре месяце, он еще проявится неоднократно, особенно вблизи следующего затмения 5 мая, которое будет связано с днем рождения Карла Маркса, а потом еще и к двум осенним затмениям в октябре месяце, который наступит. Ну, будем смотреть, что это будет. Дай бог, чтобы нам не пришлось за эти инициативы законодательные расплачиваться, что вполне может быть при нынешнем положении Черной Луны в знаке Льва и очень негативными сочетаниями другими планетами. Ну, посмотрим, как это будет дальше. Теперь давайте немножко пройдемся по вашим, дорогие друзья, вопросам. Вот, мне задают постоянно вопросы. Спасибо вам еще раз большое за то, что эти вопросы вы задаете. Вы задаете вопросы. Вот, вы все время, Павел Павлович, говорите о том, что какое-то русское поле там и так далее. Вот, где это можно прочитать и где можно прочитать о всех ваших, не только прогнозах, а методиках, которые вы пользуетесь. Но я могу сказать еще раз хочу. Показать, что мной была выпущена несколько лет назад вот такая книга под названием «Мировая астрология». Там очень многие методы, которые используются мною. Ну, воскрешенные в том числе мною и разработанные мною. Как раз в мировой астрологии, в мировых циклах описаны. И можете здесь почитать и даже проекцию звездного неба на карту земного шара. Это практически ноу-хау. Это мое открытие. И при помощи этих методик удаётся сделать очень много. Я всегда делаю отчёты. Для заказа смотрите информацию под этим видео. Ну, а теперь вот ещё вопрос. Как, Павел Павлович, прийти к вам учиться? Очень хочу у вас учиться. Это мне однократно задаёт вопросы. Пожалуйста. Я уже в течение более 40 лет веду преподавательскую деятельность. Сначала она была такой неофициальной. Я об этом уже многократно говорил. Смотрите, у меня стрим на здешнем канале был. В прошлом году он был посвящен 40-летию моей деятельности. Сейчас уже 41 год деятельности в качестве преподавателя. И вот в институте у меня есть институт. Ну и, конечно, вы можете туда записаться. Что вы получите на ухо? Ну, во-первых, вы будете знать гораздо лучше самих себя и делать прогнозы для себя, для своих близких на ближайшее хотя бы время. Для того, чтобы правильно сориентироваться. Нисколько не лишает нас свободы выбора. Просто даёт информацию к размышлению. Вот для этого нужна астрология. Для того, чтобы посмотреть с другого ракурса на себя самого и на свою собственную жизнь. Потому что, оказывается, в нашей жизни есть всё-таки некий план. Его можно увидеть. Он нисколько нас не избавляет от собственного права выбора. Нисколько нас не избавляет от того, чтобы мы несли ответственность за все свои поступки. Но, в общем-то, вот эту такую безграмотность в данном случае можно, в принципе, конечно, компенсировать знаниями. Что я и предлагаю? На первых парах-то будет, конечно, курс не столько ознакомительный, сколько такой вот экспресс-курс. В этом смысле астрология действительно, как бы что мы ни говорили, она является наукой. Потому что ей можно научить любого человека. Так что, всю информацию тоже под внешним видео можете посмотреть. И у нас как раз вот сейчас набирается новый первый курс. Пожалуйста, приходите. И вы действительно можете очень многое узнать из тех методик, которые будут у вас реализовываться, избываться. Ну, теперь следующие вопросы. Вот, например, что ждет Белгород? Мой любимый, родной Белгород. Представляет один и тот же человек в стримах. Ну, что могу сказать? Про Белгород я неоднократно говорил на более ранних своих стримах. Смотрите, Белгород, который был по официальным источникам основан 21 сентября нового стиля 1596 года при царе Федоре Иоанновиче, в чем был основан вблизи затмения солнца. Интересно. Затмение солнца было 22 сентября того же самого года. И вот как раз сейчас затмение солнца может быть действительно в Белгороде где-то вблизи 20 и чуть позже апреля, а также еще вблизи 5 мая. Могут быть какие-то негативные ситуации, разгореться и Белгород, и Белгородской области. Но самое интересное, самое опасное время как раз сразу после этого затмения. Это будет 14 мая. Еще более серьезное время, связанное с Черной Луной и с Марсом, это в конце июня и в начале июля месяца нынешнего 2023 года. И еще более серьезное, самое серьезное, это как раз февраль и март следующего 2024 года. Там конфигурации были действительно вполне настораживающие. Поэтому я обращаюсь к тем, кто живет на территории этого славного города, где я когда-то бывал. Это очень давно было, правда, еще в 80-е годы, что действительно есть некое предупреждение. А также к тем, кто может предотвратить какие-нибудь серьезные опасности, которые могут возникнуть в этом городе и прилегающие к нему территории. И дай бог, чтобы все-таки мои слова были лучше тем, кто может принять меры безопасности. И тогда мы вздохнем с облегчением о людях, живущих в этом славном городе тоже. Вот это могу сказать про Белгород. Мы к нему еще будем возвращаться. Спасибо за такие вопросы. И следующий еще один вопрос. Румыния поглотит Молдову? Я посмотрел гороскоп и Румынии, и Молдовы. Неоднократно в моих роликах Республика Молдова, где я был неоднократно и выступал, и школа у меня была в нескольких городах. Я про нее говорил, говорил про ее президента Майя Санду, что это темная лошадка, что от нее будут большие проблемы, что, как многие мне сейчас пишут, так оно и произошло. Смотрите мои стримы и ролики, и там много чего увидите. А вот по поводу поглощения Румынии и Молдовы, тут, да, возможность такая, к сожалению, будет. Первое, это нынешним летом возникнет, но вполне вероятно, что тут конфигурация аспектов все-таки недообразуется. Это будет отложено на следующий год. А вот этим летом, как раз вот в июне месяце, при стационарном плутоне, а в следующем году вполне вероятно такая история вполне может повториться. Особенно тоже как раз вот где-то летом, но уже ближе к августу, июля-август месяц. Это вполне может быть, что в конечном счете вызовет большие проблемы как в Румынии, так и в Молдове. Но не сразу, через несколько лет после данного события. Но будем все-таки надеяться для тех людей, которые считают, что это неправильно, что это пока не нужно, что это преждевременно, что все-таки вот таких экстремальных ситуаций все-таки не произойдет, или что их можно сгладить. Дальше. Кто-то пишет мне про гороскоп Владимира Ильича Ленина, Лиза Шоу такая. Ее интересует этот гороскоп. Но я в свое время к 150-летию со дня рождения великого вождя. Я не стесняюсь говорить, что это великий вождь, что он очень спорный человек. Про него ходит много всяких слухов и сплетен. Не будем об этом говорить. Но действительно то, что он был великим политчиком и великим действительно человеком, который взорвал всю мировую реальность, был отцом-основателем государства совершенно нового типа, это бесспорно. Хотя, конечно, спорная его оценка. Я о нем говорил уже. И вот смотрите стрим у меня трехлетней давности, который был посвящен как раз его 150-летию со дня рождения. По-моему, даже вот был еще и на другом канале, на институте Павлова, посвященный как раз Владимиру Ильичу Ленину. Посмотрите и увидите. Что ждет Одессу, Измаил и Николаев? Ну вот про Одессу я тоже неоднократно говорил. Одессу, кстати говоря, была основана, это абсолютно точно не было известно, и мне даже данные архивные приносили. Одесса была основана в 1794 году, 2 сентября нового стиля, при учете прогноза, сделанном одним итальянским астрологом Торинчини, по-моему, так назвали. И вот про нее было сказано там, что, я это подтверждаю, потому что я тоже строил гороскоп Одессы, и выступал там, где там действительно очень большая школа, и ученики остались до сих пор, что она простоит несмотря ни на что, что будут очень большие угрозы для нее, постоянные угрозы, но она выстоит, и, в общем-то, не будет разрушена. В общем, можно надеяться на то, что это действительно будет так. По крайней мере, если этот гороскоп отверен, то действительно он дает некую очень большую устойчивость в этом плане. Николаев я тоже про него говорил. Про Николаев тоже смотрите от моей стримы. Николаев не такая благословенная, в том случае, благословенный астрологом еще, и составленный астрологом, датальная карта, то есть гороскоп этого города. Я про него тоже говорил. В общем-то, могут быть там действительно очень большие проблемы. В начале следующего года, февраль-март месяц, займу, чтобы он устоял, и ничего такого там не было. Что касается Измаила, то, к сожалению, неизвестна дата точно его основания. Если вы, дорогие друзья, мне пришлете эту дату, то я, конечно, этот гороскоп могу составить. Дальше о городе Бресте. Сделайте гороскоп для Бреста. От Москвы до Бреста нет такого места. Но я, к сожалению, не знаю этот Брест. Есть два Бреста. Есть во Франции такой город Брест. Это самая западная конечность Франции. Это бывшая Арморика. Ныне это Британь. К сожалению, у нашего Бреста, или как его называли раньше, Брест-Литовск до революции, неизвестна дата основания. Известно, что он был где-то в 10-11 веке основан. Причем связанный с Берестой, наверное, Берестич, как его называли, там разные есть названия. А вот дата, к сожалению, неизвестна. Я, хотя и там был, и, в общем-то, там, по-моему, даже школа была, и люди, которые мне учились из этого Бреста, тоже ко мне приезжали в Минск, по-моему, на занятия. Но вот, к большому сожалению, никто из них не знает даты рождения. Если вы тоже какие-то даты узнаете, можно будет некую зацепку сделать, и потом составить гороскоп. Последний вопрос-то как раз об Илоне Маске, который мне несколько человек прислало. Какой он? Я имею в виду темной ошадкой. Я про него действительно говорил на одном из последних стримов. Ну, что могу сказать? Илоне Маска родил по знакам рака. То есть человек, он действительно очень скрытный, непростой такой, с двойным дном этот человек. У него еще, кроме всего прочего, Луна в Деве, то есть он действительно такой прагматик, он управитель Солнца. И, кроме всего прочего, у него так называемое русское поле в гороскопе, с Марсом, с восходящим узлом. А вот это интересно. Кстати, как у Массербана русское поле, там тоже Марс с восходящим узлом. Хотя они разные люди, абсолютно разные, и между ними 18,5 лет разницы. А вот Марс с восходящим узлом у них, в общем-то, одинаковый. Правда, был Маск, он в русском поле. Поэтому, конечно, это человек, который будет настроен на прорывные технологии, это человек, который будет очень долго мелькать в информационном поле. Его гороскоп, если действительно правильно, то время рождения, которое было опубликовано, с восходящим знаком близнецов, у него очень сильные показатели по тайным, тайные обстоятельства в его жизни. Поэтому печень такое складывается из его гороскопа при Сатурне в 12-м доме, что он, в общем-то, не сам управляет своей судьбой, а кто-то им рулит. И есть некий кукловон, который, в общем-то, его не столько использует, сколько, в общем-то, он у них на посылках или на службе находится. Хотя, тем не менее, он человек яркий, харизматичный, во многом самостоятельный, но не во всем. В этом надо еще разбираться, но, к сожалению, ни сейчас, ни в ближайшее время у меня таких возможностей просто не будет. Хотя мне действительно этот человек интересен, потому что он, в общем-то, не только один из самых богатых людей мира, но и, в общем-то, один из самых известных сейчас высказываниями. Что интересно, он недавно высказался насчет искусственного интеллекта, и это не просто так, ни в абы какое время. Я уже об этом говорил, что это время, которое заложило, не столько это время, сколько его высказываний, заложило целый прецедент для того, чтобы постоянно к нему люди возвращались и вернуться еще не раз. Связано вот это с возможностью и с целесообразностью внедрения искусственного интеллекта и цифровизации. Вот он, конечно, не простой человек, кто говорит одно, то другое, то третье, то десятое, но, в общем-то, выбрасывая возможности нам для диалога, информацию, к размышлению. Вот такие вот события пока. Очень много вопросов, но, дорогие друзья, постоянно к ним возвращаться, я буду постоянно об этих вопросах говорить. Ну и последнее, что мне хотелось сказать, это один юбилей, который недавно у нас отмечался, юбилей одного известнейшего человека, в свое время, который был одним из кумиров, начиная где-то с 50-60-х годов, во время моей молодости, известнейший писатель это Борис Натанович Стругацкий, который весь своим братом, Аркадием Стругацким, являлся автором огромного количества произведений, как признан мэтром научной фантастики, и начиная где-то с 50-х годов по 90-е годы, там было огромное количество произведений, которые практически все интеллигенты, как считают себя интеллигентными людьми Советского тогда Союза, читали, зачитывали, потом фильмы были поставлены, обсуждаемые постоянно, некоторые выходили, читались самоздатели, так называемые, у братьев Стругацких, то есть он писал с авторностью со своим братом. Вот я хотел бы упомянуть его 90-летие со дня рождения, умер он не так давно, в 2012 году, Борис Натанович Тругацкий, ему было 79 лет, на 80-м году жизни, я его видел всего один раз в Санкт-Петербурге, очень давно, еще в 90-е годы, но нельзя сказать, что мы с ним были знакомы, буквально несколько слов там пересеклись, слова и так далее, слова есть слова. Но вот его юбилей как раз мне хотелось бы вам поведать, рассказать, тем более, что о нем уже годократно сейчас уже писали, и постоянно на слуху, до сих пор его читают, до сих пор его воспринимают как одного из кумиров, но действительно надо сказать, что произведения у них были с братом, они постоянно писали с братом, как только брат умер, брат-то я знал, кстати, получше, чем его, Аркадий Натанович, он жил в Москве, а тот в Петербурге, хотя они вроде бы питерские. И брат его был переводчиком, в том числе, с японского языка, а сам он был, Борис Натанович, был астрономом и работал на Полковской обсерватории, всю, причем, свою практически сознательную жизнь после окончания Ленинградского университета. Там работал и писал постоянно вместе с братом большое количество произведений, которые я прочитал в еще раннем очень возрасте. Началось у меня все это с одной книжки, сатирической такая фантастика, но она действительно очень интересная, действительно, это поддельник начинается в субботу. Вот и юмор прекрасный, так сказать, там и фантастика, и сатиры, и фэнтези, и все что угодно. Там действительно очень много интересного. Хотя, на самом деле, если почитываться в их произведениях, там очень неровные они. Там есть и те, и другие, и очень много споров по их вопросу. Кстати говоря, сам Борис Стругацкий после смерти своего брата написал всего две вещи, достаточно тягомотные, хотя некоторые говорят, что это очень хорошие вещи, бессильные мира всего, например, одно из последних произведений. Ну, а так, на самом деле, это очень спорные, на самом деле, писатели говорят некоторые, что там очень много каких-то масонских символов, оккультных, что они, в общем-то, были коды какие-то, были пророчества прозрения. Ну, например, то, что они заранее, когда еще даже ни этот самый Неанжолий Карпов, ни Гарри Каспаров вообще даже не думали, а Каспаров даже не родился. Писал Каспаро-Карповская какая-то вот у него была теория. Они написали в одной из своих книг, вроде это, было пророчество матчи Карпова и Каспарова, который в свое время еще в 80-е годы взорвал все информационное пространство не только Советского Союза, но и мировых средств массовой информации, ну и много других. У него были произведения, были такие полупророческие какие-то тексты. На самом деле, сами они, братья Стругацкие, писали, что они даже и не думали что-то кодировать, что у них не было ни желания пророчествовать, что они вообще чуть ли не атеисты были. Ну, некоторые вообще-то там интересные были у них, не только прозрения, но и взгляд в будущее. Хотя, на самом деле, это целая огромная тема, и я не готов сейчас об этом рассуждать. Мое дело сейчас просто рассказать о Борисе Стругацком, но тем не менее, можно сказать, что в некоторых произведениях будущие тренды были хорошо угаданы. Вот, пожалуйста, «Гаркие лебеди», которые были совершенно четко увидены за долгое время. Те персонажи, которые сейчас называют «Дети Индика», например. Ну и многие другое, в общем-то. Но были ли коды или не было кода, были ли мальчики или не было мальчиков в их произведениях, которые экранизированы, там, пожалуйста, и «Сталкер», это по их произведению «Петли на обочине», «Жук-муравейники» и так далее. Хотя он не экранизирован как раз. Вот, это пускай исследователи думают. Некоторые говорят одно, некоторые другое. Но вот что вы думаете, дорогие друзья, вот вы присылаете комментарии, будем это обсуждать с вами по поводу братьев Стругацких и в том числе по Борису Натановичу Стругацкому, которого я, как я говорил, едва-едва знал. Если посмотреть его гороскоп, этого замкнутого человека, не очень-то контактного человека, который очень не любил официоза, причем даже в одежде не любил, так все-таки одевался и был такой действительно, в отличие от его брата, который был очень контактным и совершенно не замкнутым. Ну, давайте посмотрим его гороскоп, рожденного под знаком Овна 14 апреля 1933 года. Конечно, это Овен, у которого Солнце с Венерой и Ураном находятся в соединении в этом зодиакальном знаке. То есть вот эта вот необычность, вот эта эксцентричность, вот эта вот, скажем так, эвристичность и склонность к написанию фантастических произведений как раз у него как видна. И этому способствует и Меркурий в рыбах, странные способности, которые у него могли быть. А вот в сочетании с его как раз научным мировоззрением, то тоже, в общем-то, в его гороскопе видно. Научное мировоззрение совершенно четко просматривается по знаку Демы, где он находится, Марс, Юпитер, ну и Нептун также. А у нас вполне вероятно была бы в знаке Козерога, в общем-то, в знаке Земли, что тоже, в общем-то, рациональному мировоззрению не только не противоречивало, но даже и укрепляло. То есть у него действительно очень интересная карта рождения. Не очень-то видно его сочетание с российской реальностью, потому что Сатурн находится, хоть и в Ванолее, но только подошел, но еще не в русском поле. Ну а то, что в его произведениях, произведениях его брата действительно находятся некие коды, причем коды тайные, с двойным стройным дном, и сам по себе он человеком является таким неким айсбергом. Конечно, сильное положение Меркурия в знаке Рыб и в сочетании с другими планетами, в том числе там с Хероном, об этом очень четко свидетельствует. И те коды, которые он нам оставил, они могут проявиться через где-то 10-12 лет, когда планета Нептун, она очень сильная в его гороскопе, подойдет как раз к тому скоплению планет, которая находится у Бориса Натановича Стругацкого, находилась в зониакальном знаке Овна, ну, поживем, увидим, посмотрим, как это может разыграться и проявиться. Все это нам надо знать. Все это, в общем, действительно является основной частью нашей культуры и нашей цивилизации. Незнание этого делает нас действительно беднее. Знание дает нам возможность что-то предвидеть, что-то преодолеть, какие-то сценарии заранее продумать. Может быть, это и ошибочные сценарии, но если эти ошибки мы будем заранее знать, мы, скорее всего, их не повторим, что вы, дорогие друзья, по этому поводу думаете, в том числе и о братьях Стругацких, и об этом очень интересном человеке, о котором я сегодня вам рассказывал, о котором 14 апреля исполнилось 90 лет. Ну, в общем-то, нас действительно ждут очень серьезные дела. Затмение и первое, и второе закладывают у нас очень-таки важные программы. Лучше всего в это время действительно освобождаться от каких-то дурных привычек и действительно стараться жить по-новому, чем, дорогие друзья, я и желаю всего вам самого доброго, ну и, конечно, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok